Турция закрывается на полный локдаун. Об этом сообщил президент Таип Ардаган. Ограничения будут действовать с 29 апреля по 17 мая. «Нам необходимо опустить количество случаев заражения ниже 5000 в день, в то время, когда Европа входит в период ослабления карантина. Иначе нам придётся столкнуться с серьёзными последствиями во всех сферах – от туризма до торговли и образования». По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки в Турции выявили более 37 тысяч новых заражённых коронавирусом. Более 350 человек скончались. Это уже меньше, чем было в середине апреля, когда число новых заражённых превышало 63 тысячи в сутки. Однако Турция по-прежнему на первом месте среди крупных стран мира по количеству смертей от COVID-19 на душу населения и шестая по числу заражённых. О новых мерах президент объявил после заседания Кабинета министров. Школы будут закрыты, детей переведут на онлайн-обучение. Общественный транспорт будет работать в очень ограниченном режиме. Междугородние поездки будут разрешены только по пропускам. Выходить из дома можно будет лишь в случае крайней необходимости за продуктами или в аптеку. Некоторые группы людей, включая работников пищевой и производственной промышленности и сотрудников аварийных служб, будут освобождены от налогов. Напомним, две недели назад Турция уже ввела ночной комендантский час с 7 вечера до 5 утра по будням и полный локдаун в выходные дни. В стране проживает 84 миллиона человек. В целом, за всё время пандемии здесь выявили более 4 миллионов 667 тысяч заражённых. Скончалось более 38 тысяч человек. Недавняя перепись населения в США может привести к перераспределению мест в Конгрессе. Как ожидается, нескольким штатам, где большинство у республиканцев в Палате представителей добавят кресла. А вот некоторые демократические штаты места, наоборот, потеряют. Распределение сил в Конгрессе зависит от численности населения штатов. Согласно переписи, Нью-Йорк и Калифорния могут потерять по одному месту в Нижней Палате. Тоже грозит Огайо, Иллинойсу, Пенсильвании, Мичигану и Западной Вирджинии. При этом Техасу, возможно, добавят два места. Также по одному креслу могут получить Флорида, Колорадо, Северная Каролина, Монтана и Орегон. Окончательные результаты переписи обнародуют в августе. После этого начнётся перераспределение избирательных округов. Последствия этого могут ощутить уже в следующем году во время промежуточных выборов. А в долгосрочной перспективе демократы могут лишиться своего крайне малого большинства в Нижней Палате Конгресса. В целом, прирост населения в США за последнее десятилетие составил 7,4%. Это меньше всего со времён Великой депрессии. Теперь в стране проживает 331 миллион 449 тысяч человек. При этом в Вашингтоне, округ Колумбия, население выросло на 14,6%, почти до 700 тысяч человек. Демократы в Конгрессе хотят сделать этот округ 51-м штатом страны, чтобы укрепить свои позиции в законодательном органе. Однако республиканцы выступают против этого. Европейская комиссия объявила о том, что подала судебный иск на англо-шведскую компанию AstraZeneca. Фирму обвиняют в том, что она не доставила в ЕС количество вакцин от COVID-19, оговорённое в соглашении. «В минувшую пятницу комиссия начала правовую процедуру в отношении компании AstraZeneca. Её обвиняют в нарушении договора об авансовых закупках. Так компания не выполняет условий или некоторых условий соглашения, а также не предоставляет плана по своевременной доставке доз». Согласно контракту, во втором квартале этого года компания обещала доставить в ЕС 180 миллионов доз вакцины. При этом к июню она обязалась обеспечить гражданам блока около 300 миллионов доз. Однако 12 марта AstraZeneca сообщила, что сможет обеспечить только треть нужного количества. Через неделю после этого Еврокомиссия направила в компанию юридическое письмо, которое стало первым шагом в формальной процедуре разрешения споров. Процедуру от имени всех членов ЕС запустили в одном из бельгийских судов. «Для нас важно обеспечить европейским гражданам быструю доставку необходимого количества доз согласно договору. Комиссия начала юридическую процедуру от своего имени, а также от имени 27 стран-кленов». В свою очередь компания AstraZeneca выразила сожаление в связи с иском ЕС. Она также сказала, что в ходе судебного разбирательства будет решительно защищаться. В мире в ночь на 27 апреля наблюдали первые в этом году суперлуния. Спутник вошёл в Пиригей и максимально сблизился с нашей планетой. Апрельское суперлуния называют розовым, поскольку оно совпадает с цветением горных флоксов. Они растут на востоке США и расцветают весной среди первых. Розовую суперлуну во всей красе наблюдали в Буэнос-Айресе. Её долго отражали воды Ла-Платы. Жители Каракаса увидели, как спутник проплывает над вершиной Эля-Вилла. Полюбовались суперлуной и в Сантьяго. В Стамбуле наблюдали розовую луну, восходящую над Босфором. Она осветила мечети и башни турецкого города. Для индийцев суперлуна стала лучом надежды на фоне свирепствующей эпидемии. Спутник был хорошо виден в небе над столицей. Луна долго освещала монумент Ворота Индии и почти безлюдные улицы Нью-Дели. Суперлуния происходит во время совпадения полнолуния с Пиригеем, когда спутник максимально приближается к Земле. Обычно за год бывает три или четыре таких явления. Следующего суперлуния ждут 26 мая. Синоптики обещают, что Луна будет ещё больше и ярче, чем в этот раз. Сергей Волков известен в Костроме и социальных сетях как мусорщик в маске. Он и его помощники собирают отходы в разных районах города. Мужчина публикует фотографии этого процесса с тегом «Гарбиджмен» с 2018 года. Своё лицо никогда не показывает. «То, что он анонимный, больше внимания самодеятельность привлекает, меньше личность, меньше обвинений в пиаре. Ну и то, что маска, намёк, что под маской может быть любой человек». Публикации в соцсетях вдохновили многих костромичей очищать город от мусора. «То, что он делает, я считаю это правильным, потому что у нас молодёжь сейчас никак не воспитывается вот в этом экологическом, так сказать, ключе, особенно в школе. Им ничего это не прививается. И то, что эти видео и прочее, они разносятся по разным пабликам местным, все его поддерживают и выходят вместе с ним, так же, как и я». В семье Сергей тоже находит понимание. «Деятельность полностью поддерживаем. Где можно, помогаем. Максимально грамотно, экологически грамотно воспитываем нашу дочь, прививая грамотные привычки». Мусорщик и его команда большую часть пластиковых отходов жертвуют на благотворительные цели. «Когда увлёкся этим раздельным сбором отходов, то узнал, что у нас есть благотворительная организация «География добра», которая не просто помогает планете, но ещё и помогает детям лечением. Часть вырученных средств от второго сырья направляет на помощь». Сотрудники благотворительного фонда периодически проводят мероприятия по раздельному сбору мусора. «Сырьё на акцию помогает копить деньги на лечение детей. То есть мы две проблемы сразу убиваем, стараемся решить. Это и экология, и помощь». На страницу мусорщиков в маске ВКонтакте подписались более 1100 человек. В меню этого кафе в австралийском городе Дарвин первым пунктом идут кошки. Но любителям животных не стоит волноваться. Усатых четвероногих друзей здесь определённо не едят. Им дарят своё тепло и внимание посетители заведения. «Это Кота-кафе предлагает каждому гостю два часа угощений и качественного времени в окружении кошек». «В этом кафе сейчас живёт 43 питомца. Мы предлагаем гостям бронировать посещение и проводить два часа, играя с кошками». «Услуга особенно пришлась по душе тем, у кого нет своих домашних питомцев». «Как только люди узнают о нас, они продолжают возвращаться. И у двух-трёх клиентов в неделю находится повод прийти снова». Исследования показывают, что наличие домашнего питомца благотворно сказывается на психическом здоровье. А Рон пришёл в кафе, чтобы освободиться от стресса и беспокойства. «Вы даже не можете представить, как это было здорово. Кошки набросились на меня, и я почувствовал, что очень быстро восстанавливаюсь». «Очень интересно наблюдать, как они входят. Поначалу очень напуганы, потому что у них много проблем. И они чувствуют, что не могут их контролировать». Пока кошки успокаивают сотни посетителей кошачьего кафе, их владельцу приходится спасать своё здоровье. Ему поставили диагноз «слабоумие». Но он говорит, что кошки очень помогают, когда ему особенно тяжело. Это маленькая игрушечная собачка однажды совершила неприятное путешествие. Её проглотил ребёнок. Игрушку извлекли врачи Кузбасской областной детской больницы, которая находится в Кемерово. В отделении эндоскопии собрали почти 500 предметов, когда-то проглоченных детьми. «Народные тела собираем мы уже очень давно. Идеи никакой не было. Просто когда я пришла молодым доктором работать, мы всегда на кафедре, на отчётах отчитывались об онородных телах, показывали их и рассказывали о детях, которые поступили. Соответственно, возникла мысль собирать эти инородные тела». Необычную коллекцию собирают почти четверть века. Среди экспонатов – монеты, скрепки, булавки, кулоны и магниты. Что-то извлекли из желудочно-кишечного тракта, что-то из бронхов. Ребёнок может проглотить всё, что угодно. Начиная от мелких бусинок, каких-то гвоздиков и заканчивая большими предметами, такими, как косточки персика или просто какая-то косточка от мяса. Могут быть какие-то булавки. Был случай проглатывания часов. Очень опасны батарейки. Они окисляются, что приводит к ожогу слизистой. А если ребёнок проглотит несколько магнитов, то они могут притягивать стенки кишечника друг к другу. В итоге появляются некроз или язва. И, конечно же, опасны острые предметы. «Особо опасные предметы, я говорила. Вот такая вот скрепочка. Она пошла вот этой петелькой вниз. То есть она пошла через пищевод вниз и застряла где-то в узком месте. Вот эти вот, она же пружинит, она вот так застряла. Нам пришлось её спустить, это инородное тело, в желудок, там развернуть в желудке и уже вытащить таким образом, чтобы не травмировать, не порвать пищеводик». По словам врачей, инородные предметы, попавшие в желудочно-кишечный тракт, в основном угрожают здоровью ребёнка, а попавшие в бронхи угрожают жизни. В этом случае помощь нужна немедленно. Проглоченные предметы извлекают с помощью миниатюрных инструментов-манипуляторов. За последний год в больнице помогли более ста маленьким пациентам. В Италии вновь открываются театры, концертные залы и музеи. Власти впервые за полгода ослабили карантинные меры. Большинство итальянских регионов теперь относятся к жёлтой зоне с небольшим распространением коронавируса. Пять регионов остаются в оранжевой, более опасной зоне, а в красной находится только остров Сардиния. Итальянцы спешат вернуться к культурной жизни и бронируют билеты на спектакли и в музее. Везде по-прежнему нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Неудобства компенсируются отсутствием иностранных туристов. Теперь итальянцы могут спокойно осматривать достопримечательности своей страны без очередей и давки. «Я очень удивлена, что Колизей открыли. Думала, это произойдёт позже. Я немедленно воспользуюсь такой возможностью, поскольку это будет единственный шанс». «Это фантастика. Я приезжаю в Рим в четвёртый раз и впервые смог попасть в Колизей». Послабления также коснулись ресторанов и кафе. Они могут обслуживать гостей на летних верандах. Кроме того, учащиеся возвращаются в школы и вузы. Власти также сняли ограничения на поездки между регионами. Однако в оранжевую или красную зоны могут попасть только вакцинированные или переболевшие коронавирусом. Между тем, комендантский час по-прежнему действует и начинается с 22 часов. Ограничения на въезд в страну и заграницы пока остаются в силе. В Италии за всё время пандемии выявили почти 4 миллиона случаев COVID-19. Умерли более 110 тысяч человек. Редактор субтитров А.Семкин